итак друзья добрый день меня зовут николай меня зовут егор мы любим готовить но я это умею делать не так филигранно как это умеет делать егор и сегодня я попросил егора рассказать мне как просто правильно и красиво пожарить стейк стейк это стоящая жемчужина наверно кухни и готовить его правильно невероятно сложно но и невероятно просто сегодня мы сделаем такой классический наверное вариант который вы можете приготовить дома вам не нужен барбекю вам не нужен гриль нужно просто сковорода стейк и чуть-чуть чуть-чуть ингредиентов других но при этом мы опять же совместили все это с вином и сегодня мы пьем что сегодня мы пьем красное вино из тосканы есть тоскане такая очень уважаемая винная династия семья мацеи с их фамилией вообще связывают появление термина кьянти то есть их историческое имение находится в области кьянти классику вино и из их коллекции который может сказать так вино на каждый день то есть не делать в области кьянти классика и в основе здесь большая часть сорта санжавезе которая дает кислотность дает нам все эти характеристики которые помогают нам вино сочетать с едой и кислотность хорошие оттанины но они сюда добавили также сорт мерло который сделал это вино таким более пышным более ярким более понятным ну и мне кажется к стейку это должно быть отличным вариантом сегодня мы будем готовить вот такой вот чудесный стрип лайн это идеальный стейк для того чтобы начать в принципе знакомство с ними потому что он относительно недорогой он менее жирный чем его старший брат ребай в нем не очень много жира и благодаря этому вы чувствуете концентрированный мясной вкус но при жарке мы постараемся вот эту вот жировую прослойку немножко вытопить да все верно растопить растопить да но вытопить лучше вытопить жир это нормально вытопить жир нет такого слова вытопить жир почему нет такой нет вытопить это значит ты как бы его то нам потребуется еще для стейка кавай чеснок чеснок это универсальная приправа и она очень круто теняет вкус мяса сливочное масло мы добавим его в процессе жарки то есть не сразу чуть позже оливковое масло да ну оливковое масло можете жарить да можно жарить на растительном обычном можно на оливковом перец мельница но тут слова излишни до тимьян да можно чабрец он же чабрец можно использовать тимьян можно использовать еще также розмарина можно сделать из них просто красивую такую веточкой привязать веревку и кинуть ее в мясо ну и соответственно нам нужно соль и фольга да и вот тут наступает очень такой интересный момент когда солить стейк то что я читал очень многие исследования и кто-то говорит что нужно до жарки солить что-то во время кто-то после мы сегодня как будем делать в конце в конце то есть мы сначала его пожарим просто с перцем и потом уже в конце красиво посолим можно возможно даже вот так вдруг он у тебя не получится чем соль переводить если же стейк получится посолить и так прежде чем мы будем его жарить приправим стейк но сегодня у нас все так аля натурель мы управляем сковородку включена мы приправляем просто перцем я приправляю с двух сторон потому что у стейка две стороны ставьте себе почему дверь я бы поспорил да мы его приправляем просто перцем не надо ему лежать ничего перец не проник да скажи если не оставить конечно на сутки его скажи горгкая сковорода мне нужна для того чтобы пожарить у меня есть сковорода гриль у меня есть обычная сковорода вот я вижу тут взял обычную в чем плюс и в чем минус и что как готовится лучше всего жарить на любой сковородке потому что рифленые сковороды которые вы видите с такими красивыми гранями они придают мясу стейку или всему что вы жарите характерный рисунок вот эту вот красивую сеточку и если вы хотите опять же удивить до кого-то там близких друзей красивой подачей то да но в целом нам нужна просто хорошая сковорода чтобы она была плотная толстая с хорошим дном и в стейке что важно если вы готовите его на решетке на даче естественно будет вкуснее потому что у него будет классный запах углей до дыма и вот этой копчености немножко дома используйте любую сковородку которая у вас есть но насколько я понимаю мы будем жарить сегодня на масле да мы будем сегодня жарить на масле если у вас сковородка гриль да мы стараемся упалять в масле именно стоит но если мы жарим на обычной сковороде можно просто налить что мы собственно Сделаем масло на сковороду, дождаться, пока оно раскалится и бросим туда стейк. Николай, мне кажется, что бокалы пустые. Да. Самое главное в процессе приготовления не забыть, зачем нам вино. Соответственно, мы открываем бутылку, наполняем бокалы, потому что в такой ситуации готовить станет нам гораздо интереснее. И веселее. Песни появятся какие-то, возможно. Смотря как пойдет дело. Как ты любишь пить вино? Ну, вот так. Ну что, перед стейком нужно обязательно попробовать вино, потому что, чтобы оно идеально сочеталось, я скажу. Итак, я наливаю в сковороду оливковое масло. Мы ждем, чтобы масло нагорелось. Для этого не надо много времени, температура кипения с маслом такая высокая. И теперь мы кладем сюда стейк. Стейк у нас шипит на сковороде, и теперь нам нужно придать немного аромата этому маслу, на котором он жарится. Нужно взять чеснок, положить его на доску и прижать его вот этой вот тыльной частью ладони. Нет, чистить не нужно, шкурка тоже даст свой аромат. Нужно раздавить его. Да, если у вас не получается сделать это рукой, можно просто взять... Я же имею в виду, есть не получается. Можно взять и раздавить его с помощью ножа, просто тоже приложив его широкой стороной. Теперь этот чеснок мы кидаем туда. Также пришло время тимьяна, который мы тоже добавляем к стейку. Мы просто берем и бросаем эти веточки прямо в масло. Стейк очень-очень красиво шипит. Мы жарим стейк примерно 2-2,5 минуты, и после мы переворачиваем его на другую сторону. Посмотрите, какая красивая корочка. У нас получается, что и само мясо, и перец дали вот такой прекрасный, красивый оттенок. Сколько времени нужно примерно, чтобы он был готов? Ну, все зависит от толщины стейка, потому что если мы возьмем кусок примерно сантиметра, наверное, 4, то его лучше готовить, в принципе, в духовке. Он просто толстый, да, и если вы будете его просто жарить, верхние слои, они чересчур, так скажем, будут жесткие, наверное. И вы можете обжарить такой стейк с двух сторон по 2-2,5 минуты и убрать его в духовку примерно, наверное, минут на 8. Так обычно я делаю с вырезкой говяжьей, потому что медальоны получаются довольно-таки толстые. Стейк такого формата, как стриплоин, можно жарить, наверное, минут 8 в целом, чтобы добиться отличной-отличной прожарки. А теперь нам нужно растопить немножко жир. Для этого мы ставим его на бок, как раз на тот бок, где была жировая прослойка. И сейчас самый, наверное, красивый момент готовки стейка. Мы добавляем сливочного масла, чтобы соус получился очень нежным. Нет, я думаю, что поменьше все-таки. Давай возьмем половину от этого. Да, и кидаем прямо на сковородку. Вы видите сейчас, как красиво карамелизуется вот этот вот соус. Можно его даже вот так вот немножко поводить. Да. И можно перевернуть стейк. И наступает еще такой красивый момент из-за сливочного масла, когда вы можете полить. А когда же мы будем его солить? В конце, ты же сказал. А это еще не конец? Нет, я думал, когда приготовим. А надо было определиться в терминологии. Смотрите, какое чудо. Стейк практически готов. Теперь наступает один очень важный момент, который нельзя недооценивать. Нам нужно дать стейку немного отдохнуть. Для этого мы выкладываем его на тарелку и закрываем его фольгой полностью. И в таком положении мы оставляем его примерно на 7-8 минут. Не бойтесь. Он не остынет, ему не будет плохо, ему станет только лучше. Ты знаешь, Николай, почему? Николай не знает, почему. Я отвечу на его вопрос немой, да? Потому что, когда вы жарите стейк, весь сок из-за того, что мясо подвергается стрессу при жарке, уходит в центр. И если вы снимете сковородки стейк и разрежете его сразу, сок под этим давлением, он брызнет из мяса, и мясо получится сочным только в центре. Когда вы оставляете его отдыхать, этот сок, который был собран в центре, он постепенно-постепенно распределяется обратно по всему стейку. И стейк получается очень сочный и нужной нам прожарки. Какие у нас есть прожарки? Well done. Это когда сухарь. Да, вот. Не стоит заказывать такое в ресторане, сразу же ваш рейтинг и в глазах капкорующий персонал упадет. Но! Но! Если вам нравится well done, заказывайте well done. Medium. Ну, ты перескочил. Ну да. Но есть medium well и medium rare. Так скажем, есть три главные прожарки, да, у нас? Well done, medium и rare. И есть промежуточные между ними, которые, мне кажется, созданы были для того, чтобы повара имели какую-то лазейку. Потому что, ну, я немножко пережарил, и получился у меня medium well, допустим. Нет идеальной степени прожарка для стейка, но есть рекомендуемые прожарки. Нам очень нравится medium rare, medium, наверное, все-таки, да, больше. Некоторые очень любят medium well, когда мясо сочное, но практически без крови. Стейк мы переложили на доску, сейчас Николай его будет красиво резать. Вот этот вот сок, который остался после того, как стейк отдыхал, мы никуда не выбрасываем. Мы берем немножко оливкового масла, поливаем этот сок. И потом, после, мы вот этим вот чудесным соусом будем поливать наш стейк. Мой хороший стейк. Сейчас мы проверим, как у нас получилась прожарка. Ну, фактически мы делаем что-то вроде итальянской тольяты. Мы получили прожарку medium well, то есть мы сделали немножко больше, чем нужно. И заметьте, что стейк доходит, когда он отдыхает. То есть вы сделали прожарку medium rare или rare, то, скорее всего, на одну прожарку он перепрыгнет, пока он будет отдыхать. Но он прекрасно сочный. Стейк у нас не соленый, как вы помните, и поэтому мы посолим его сейчас. Перед этим можно его опять же взять и полить вот этим чудесным мясным соком вместе с оливковым маслом. Есть ли какой-то секрет, как солить мясо? Нет. То есть я просто солю. Да, оказывается, Коля не знает про этого крутого инстаграмного шефа, да, который солит мясо типа... А? Ну, сред. Ну, сред, да, 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 да. Поэтому мы солим, как обычно. Let's try. Да. Так, держи, это тебе, это мне. Я вот люблю, когда остается какая-то вот такая вот жировая прослойечка, поэтому тебе достанется постный кусок, хорошо? Что, чин-чин? Готовишься лучше, чем горишь. Ну, это круто. Это прям клево. Это быстро. Это относительно недорого. И вместо тысячи слов, как говорится, да? Ну, под вино, наверное, будет вообще прекрасно. Давайте попробуем с вином. Давай, теперь ты вот этот жирный, будешь, есть кусок. Надеемся, что видео вам понравилось. Очень вкусное мясо, приятная компания, отличное вино. Мы будем продолжать в том же деле. Ставьте лайки и отправляйте друзьям. Чин-чин. ПОДПИШИСЬ!